Доброе утречко, всем привет! Не как всегда, сразу играть. Да? Убавляем. Сюда. Ой, что-то. Так, что у нас тут есть? Собираем. Так, что мы тут купили? Палочки. Палочки у нас есть. Печенье там открытое есть. Три штуки. Это Макс. Все, еще надо еще одну. Не хватает одной. Все, готово? Давай. Сейчас мы расчешемся. Заключим косичку. Нет, хвостик сделаем. И все. Папа пьет кофе. У него еще время на кофе остается. Так, так. Я ничего не могу сесть попить. Боня, а мне не надо спать. Тебе одной. Хорошо, она сейчас ляжет на подушечку и будет спать. Ляжет и будет спать. Да, Вань? Макс мультики смотрит. Пойдем, давай. Пошли пробоваться. Давай, давай, пошли. А рюкзак? Школа без рюкзака? А без. Все, давайте. Счастливо. Кого там? У тебя, Ксюша, да, контрольная? У тебя тест? Давай, тебе удачи. Приехал муж, привез суши и кипфали. С шоколадом. Мармелад и шоколад. И суши. Боня, будем кушать суши. Смотрите, какой большой рожь. В общем, ребят, такая ситуация. У нас идет спор сейчас. В общем, сейчас расскажу все сначала. У меня сломалась зубная щетка. Как вы уже знаете, видели из наших влогов, мы всегда пользуемся и пользовались зубными щетками вот такими вот уралби. И вот эта вот моя щетка, она сломалась, она не работает. И я недавно купила, заказала себе щетку, она сегодня приехала. Вот, вот эта вот коробочка, она сегодня ко мне приехала. Лео, значит, он увидел и начал, значит, со мной соревноваться со своей щеткой, потому что у него недавно тоже появилась новая щетка. Я купила какую-то ерунду, что нужно было покупать щетку вот эту вот уралби, которую мы всегда берем. И я сейчас хочу вместе с ним и вместе с вами сравнить мою щетку и его щетку. Мне, в принципе, как бы без разницы, какая щетка, какая марка, но самое главное, чтобы она зубы чистила нормально. Вот, поэтому сейчас я его позову, и мы вместе с вами проверим и сравним мою щетку, потому что у меня щетка на самом деле, я только щеток не видела. У нее даже сенсорный экранчик есть. Так, ну что, ребят, начинаем нашу битву щеток зубных. Я еще никогда не сравнивала щетки. Ну, в общем, смотрите, вот эта вот щетка папина. Лео, иди сюда. Вот он говорит, что у него щетка самая лучшая. Посмотрите, да, у него тут футляр красивый. Вот, все, коробочка. Сейчас я достану. Вот так вот все убирается. Вот здесь вот... Вот такая вот щетка. Так вот она вставляется. Держи. Вот это моя щетка. Это не Орел Би, это другая марка. Такая вот коробочка. Сначала посмотрим, как они выглядят. Вот. Ну, в принципе, они одинаковые, видите, да, по размеру. У меня щетинка другая, видите? Вот здесь вот круглая. А у меня она вот такая вот. Вот разница. Первая разница в щетках вот такая вот. Моя щетка, как я уже говорила, она с сенсорным экранчиком, видите? А здесь нет никакого сенсорного экрана. И он еще говорит, что моя щетка ерунда. Вот. Что еще у него здесь есть? Я не знаю, если вам видно. Здесь язык нарисован, волна какая-то. Потом вот такой вот камушек, перышко. Ну, здесь можно менять разную... Комбинации, в общем, менять разные. Да, разные комбинации. Так, моя щеточка. Видите, какая она аккуратненькая. Вот, она прям такая вот. На, подержи. У меня есть сенсорный экранчик. Мира, на понтайе. Вот, есть время. И, ну-ка, спрячь лицо. Вот, здесь можно переключать, настраивать щетку. Вот как вот, моя щетка ерунда, что ли? Где мой телефон у этой щетки? Я не знала. Я сначала взяла эту щетку. Я только потом, когда посмотрела на коробочке, оказывается, здесь написано, что есть приложение в телефоне. Даже представьте себе, чтобы на щетку было приложение в телефоне. Я такого вообще... Я даже не знала. Я купила ее, я даже не читала. Я потом уже удивилась. В общем, я установила приложение. И, в общем, сейчас я покажу. Смотрите, ребят. Здесь устанавливается программка в телефон, оказывается. И можно через телефон управлять зубной щеткой. На русском языке, кстати. Я установила, она сразу была на русском языке. Я еще не пробовала чистить зубы. Вот она сегодня только пришла. Я установила. И так, можно даже под себя подстроить. Смотрите, здесь можно даже менять эти обои. Вот. Можно под себя подстроить. Можно и здесь отметить, значит, цвет зубов. Можно отметить. И можно отметить, допустим, курящий человек, не курящий. Ну, чтобы как бы щетка знала, как зубы чистить. Вот. Здесь вот чисто на меня. Эта программка, она настроена на меня. Я сейчас первый раз почищу ей зубы. Смотри, смотри. Дизель, бензин. Он говорит, это дизель, а это бензин. Смотрите. И вот это. Здесь есть программа. Оказывается, я посмотрела. И умная рекомендация. В общем, здесь я вот выбирала. Здесь можно даже выбрать, насколько у вас ровные, кривые зубы. Я не знаю, для чего. В общем, здесь курящий, не курящий, пьющий, не пьющий. У меня здесь не курящий, не пьющий. Вот. Цвет зубов. А пью, телепутер. Цвет зубов такой не белый, но желтоватый немножко. Вот. И значит, он рекомендации. Он рекомендует ежедневная стандартная программа очистки. Для моих зубов он мне рекомендует ежедневную стандартную программу очистки. В общем, моя щетка сейчас, она под меня, получается, запрограммирована. И телефон, в общем, передал на щетку, то, что он должен чистить, как бы, нормальная, как бы, это стандартная программа очистки. Лео сейчас будет своей зубной щеткой чистить, а я своей. О, такая кругленькая. Вот. Она, по-моему, даже на стенку клеится. А! Вот. И здесь есть еще такой вот провод. USB. Здесь, в общем, можно заряжать вот здесь. И вот сюда можно подключать. Ну, в общем, это такой футлярчик, можно в нем заряжать, а можно просто... Ты говоришь? Каргасола на кахита? Да. И вот, как бы, он заряжается только в коробочке, я так понимаю, либо нет, я не знаю. Как-то странно. Как-то странно вообще, как можно в коробке заряжать. Вот смотрите, можно приклеить, я так понимаю, на стену, и она вот так вот магнитится. Ой, вот так. Видите, она держится, и она так заряжается. Просто сюда нужно подсоединить проводочек. Почти 200 долларов вот такая щетка стоит. А это в три раза дешевле. И в 10 раз умнее, чем вот эта. Так что, так, давайте вместе с вами будем тестировать. В общем, ребят, если комментарии открыты, обязательно напишите, какая щетка вам больше понравилась. Скажите, что моя. Так, включай свой трактор. Здесь идет время. Смотрите. Она так классно чистит. Она крутится, а это просто вибрирует. Видите, я еще не дочистила, получается, одну сторону. И он контролирует. В общем, он мне показывает, где я почистила, сколько времени я почистила. Нужно, чтобы все было белое. У меня, видите, голубенькое. Ну, вот видите, должно быть все белое. В общем, ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, какая щетка лучше папина или моя. Голосуйте. Честно, я не помню, сколько она точно стоила. Но она стоила дешевле, чем папина щетка. Потому что у Лео щетка стоила почти 200 долларов. Шетка Лео, а моя где-то в три раза дешевле. Ну, короче, если вы хотите, я могу ссылку оставить в описании. Потому что меня, скорее всего, комментарии отключат. Скорее всего, комментарии отключат. И если хотите, я могу ссылку оставить в описании. И посмотрите, сколько она стоит. Я точно не помню. Помыла голову, намазала этим бальзамом. Что-то у меня волосы такие сухие стали. Кстати, покупала вот эту штуку, я не помню где, но она... Это алоэ вера. Такой вот гель прозрачный. Хороший. Вот такая вот. Волосы мажу. 99% алоэ вера. Буду ждать минут 15-20 и смывать. Пусть она хорошенько пропитается. А потом нужно ехать отправлять посылку нашим друзьям. А ты чего ходишь здесь? Приехал муж, привез суши. И гиппфоли. С шоколадом. Мармелад и шоколад. Я не пью кофе, я только пью кофе. А мне нужно монтировать видео на Ксюшин канал. Вот я уже начала. Где мы с ней играли в Among Us. Так, все. Папа поехал отправлять посылочку. Все, пока. Папа повесил посылку. А мне сейчас нужно быстренько приготовить обед. Потому что детки сейчас придут. Время уже 11. Сейчас прибегут и мама кушает сразу. Денечек сегодня неплохой. Кстати, на завтра опять снег передавали. Открываем окна. Я постоянно забываю. Чувствую, как будто бы вечер, когда жалюзи закрыты. Я все еще никак не могу вот это вот убрать. Все вот эти вот новогодние наши елки, шарики, украшения в подвал. Это все стоит. Мне вот это все так раздражает. Я никак времени не могу найти, чтобы это все спустить вниз. Кстати, ребята, в последнем нашем влоге, где-то, ну, больше часа, это точно, часа два, YouTube не отключал нам комментарии. Это, конечно, рекорд. Обычно у нас, ну, минут, ну, знаете, иногда бывает минуты 15, 20, 30, но максимум где-то час. В течение часа у нас были открыты комментарии. В этот раз, я не знаю, почему YouTube, не знаю, то ли нас пожалел, то ли, я не знаю, от чего это зависит. Он нам, вам дал возможность с нами пообщаться, дал возможность успеть написать нам комментарии, нам дал возможность успеть прочитать и пролайкать. Поэтому я думаю, что когда у нас только-только выходит влог, прям сразу нужно писать много комментариев. Если YouTube увидит, что комментарии пишут, комментарии хорошие, если будут, то мне кажется, все-таки, конечно, он закроет через некоторое время, но он подольше может оставить комментарии открыты, поэтому давайте договоримся. Как только вы заходите на наш влог, если вы видите комментарии открыты, то быстренько пишите комментарии. Чем больше, тем лучше. Хорошие комментарии, там, не знаю, пожелания, там, или еще что-то, приветики там. Ну, в общем, мне кажется, чем больше будет хороших комментариев, дольше YouTube оставит комментарии открыты, мне так кажется, потому что за час было уже больше тысячи комментариев, даже меньше, чем за час. Поэтому давайте посмотрим, проверим. Заходите в влог, сразу пишите комментарии, хороший комментарий, можете писать там 10, 20, 30 комментариев. Ну, в общем, там смайлики отправляйте, все, что хотите. Вот. И мы проверим, на какое время в этот раз YouTube оставит нам открытые комментарии. А может быть, он увидит, что комментарии у нас только хорошие, что нам не пишут ничего плохого, может быть, и вообще он нам откроет комментарии комментарии насовсем, навсегда. Не будет нас блокировать. Вот. Поэтому давайте проверим, сделаем такой эксперимент. Пишите комментарии обязательно. Чем больше, тем лучше. И скорее, чтобы быстренько они у нас набирались, чтобы их было много. Вы посмотрите, как собака хочет гулять. Боль, подожди, пойдем сейчас. Все, все, все. Давай, гуляй, гуляй, гуляй. Пошли, пошли, пошли. Всем привет, ребята. Мы вернулись со школы. Ничего, ничего интересного. Ничего интересного? Нет. Контроль не писали? Да. Когда каникулы? Через одну неделю. Через неделю каникулы? Угу. Через эту или через следующую? Через следующую. А, я думала через эту. Как раз поедем, да? Мам, помоги! Поедем кататься на лыжах. Там не нужно, маленькая. Нужно? Мам, помоги! Да. Макс, зачем замораживаешь пластилин? Засунул в морозилку пластилин. Это кто? Это амонгас? Да. Смотри. Это амонгасик замороженный. Холодненький. Мама, он холодненький. Замороженный амонгасик. Макс сделал. Круто. Солнышко вышло. Солнышко, солнышко. Ребят, смотрите. Мы не можем убрать снег с этого, с трамплина, с батута, потому что он замерз. Видите? Все замерзло. Это целый комок снега просто. Я не знаю, сколько здесь килограмм тонны. Он провис. На нем прыгать точно нельзя. Что это такое? Это что, жвачка? Да, маленькая вот такая. Это мини? Ничего себе. Это кто тебе, папа, купил? Да. А там маленькие жвачки или большие? Да, маленькие и огромные. Маленькие и огромные? Да. Ну-ка, покажи. Давай, показывай. Открывай. Я хочу посмотреть. Ну, они большие, но они обыкновенные просто. Да. Баночка маленькая. Да, баночка маленькая. Ничего себе. Прикольно. Смотрите, в Каролине приехал комбинезончик. И капюшончик. Он не промокает. Ну что? Уфа, верни, спинка. Я тут снежинка нарисована. Как раз зимний костюм. Он не промокает. Теплый. Водоотталкивающий. От ветра. Так, Маргарита у нас ушла на гимнастику. Ксюша у нас готовит. Сварила я рис. И сейчас буду делать перчики. Перчики будем фаршировать? Да. Будем. А это в спагетти варим Максу с Каролиной, потому что они у нас не едят перчики фаршированные. Ничего такого они не едят. Поэтому просто нет. Пирог? Ты хочешь сделать пирог? Да. Шоколадный? А какао есть? Да. Так, мы решили, в общем, с Ксюшей сделать пирог брауни. И сейчас мы вот растапливаем маслечко с сахаром и еще какао насыпаем. И какао тоже высыпаем. Так, в общем, у нас здесь 150 грамм масла, 250 грамм сахара и 65 грамм какао. И теперь это нужно все растопить. Что у нас тут получается? Она не вот тихонечку растапливается. Такая вот некрасивая смесь. Нужно подождать, чтобы она остыла. И тогда мы будем добавлять 2 яйца и муку. Так, а я сейчас буду фаршировать перчики. 6 штучек таких вот. Мне осталось сделать бульончик и все. А здесь уже остыло. И все еще сейчас по одному яйцу нужно. Сначала одно. И размешать, потом второе. Ну да. Не по половине же яйца. Так, все. И теперь нам нужно потихонечку вот это размешивать. Все, последнее яичко разбиваем и мешаем. Моем у 65 грамм муки. Да, 65 грамм муки. И все. Я хочу быть кондитером. Кондитером хочешь быть? Ну будь, учись. На кондитера иди. Все, засыпаем в руку. Да, 65 грамм только. И все. По чуть-чуть, да? Да. Все, вот такое вот тесто получается. Оно такое немножечко жиденькое. Не сильно густое, не сильно жидкое. И все, теперь сейчас будем переливать вот эту формочку новогоднюю. Правильно, мало нас. Нормально. Духовка у нас 165. Смотрите, какая заляпанная. Ужас. Я только что заметила. Нужно протереть. Мам. Все. Все, мам. Я на 25 минут поставила. Так, сейчас я буду макарошки. Спагетти. Спагетти вам пожарить. Сейчас яичком пожарить спагетти. Каким сыром? Мы брауни делаем, милая моя. С сыром пахнем. Как дела? Как позанималась? Нормально? Все, ребятки. Перчики готовятся. Он даже уже, видите, остыл. Я вот так могу руками вытащить. Конфетки я растопила? Да ладно. Вкусняшка. Что? Что? Берсик. Берсик. Ребят, представляете, YouTube пытается отключить комментарии даже у девочек на каналах. Например, вот сейчас я зашла в видео и комментарии были отключены. Но, к счастью, можно поменять. Видите, я могу открыть окошко. Я вот сейчас зашла и опять открыла и сохранила. Где-то первые, там, не знаю, первые 3-4 часа он меняет. Он выключает, я включаю. Он опять выключает, я опять включаю. Да, вы, наверное, замечали? Это все YouTube. Это не мы. Вот так вот он с нами играет. У Маргариты на канале тоже самое. У Ксюши тоже самое. Ну, вот на влоговом канале нам уже как бы все, он отключает без... Все, мы будем ужинать. Перчики готовы. Макс, есть йогурт? Да, есть йогурт. Иди возьми, пожалуйста, а то я наливаю. Давай. Макс, все, ты поел? Нет, только это дерево. Что? Кургер и Миран. Ксюша. Так, все, приятного аппетита. Ксенечка рисует все, типа, я думаю, что она не идет кушать. Она рисует. Решила дорисовать? Угу. Потом дорисую Беля, еще все. Буду начинать новый рисунок. Прикольно, это они все зелененькие, да? А, это черепашки. Да, эти от СИЧ-Си. Угу. Мы сейчас будем собираться спать. Уже полдесятого. Уже полдесятого. У меня завтра рано. Вот этот. Покажи, черепашек? Черепашек. Ой, какие черепашки. А Беляль же закончила? Да. Вау, круто. Лучше цвет не нашла для Мамос. Красиво. Смотрите, какой он. Ка, спокойной ночи. На сколько? Рано. Все. Пока. Все, ребят, будем отдыхать. Укладываться спать. Говори всем пока. Всем пока. Всем.